Сегодня чешская пресса сообщила о том, что муж бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, Александр Тимошенко, попросил политического убежища в Чешской Республике. Это, скорее всего, произошло в конце прошлого года, и сегодня появилась информация о том, что, скорее всего, он это политическое убежище получит. Кто такой Александр Тимошенко? О нем известно очень немного, кроме того, что он муж Юлии Тимошенко, и кроме того, что он работал вместе с ней и возглавлял вместе с ней компанию «Единая энергетическая система Украины». Именно дело этой компании сейчас снова возобновил украинский суд, и Юлии Тимошенко вменяется обвинение в том, что тогда эта компания давала взятки, и ее обвиняют в коррупции. В 2001-2002 году Александр Тимошенко уже был в СИЗО, его обвиняли в том, что он давал взятки бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко. Сумма этих взяток измерялась практически в 4,5, более 4,5 миллионов долларов. После этого, как известно, Павла Лазаренко судили уже в Америке, но дело Павла Лазаренко, дело, которое начиналось в Украине, оно было закрыто в 2002 году. После этого это дело было практически забыто, и вот сейчас украинский суд возобновил это дело. Партия Батькевщина, партия Юлии Тимошенко говорит о том, что преследование Юлии Тимошенко лично ни к чему не привели, ее не удалось сломить. Тогда власть решила действовать через ее семью, и они, очевидно, думают о том, что будет преследоваться ее муж. Почему Чехия? Александр Тимошенко, как стало известно, давно занимается предпринимательством на территории Чехии. У него зарегистрирована с 2000 года компания в небольшом чешском городе, связи с Чешской Республикой, у украинской элиты уже давнее. И возвращение самого Януковича, Виктора Януковича, оно происходило именно из территории Чешской Республики, из Карловых Варов. Тогда, в 2005 году, когда партия регионов, которую он возглавлял, и которая после победы померанчевой оранжевой революции ушла в оппозицию, тогда он приехал сюда и практически весь 2005 год провел здесь. И отсюда, здесь он познакомился со своим будущим политтехнологом и будущим своим советником Томом Маннефордом, и отсюда началось возвращение к власти партии регионов. То, что происходит сейчас, это расплата бывшей оранжевой власти за те ошибки, которые они совершили, придя к власти. Они обещали, что система правосудия в Украине начнет быть независимой и она будет справедливой. Этого не произошло. Сейчас они за это расплатились.